В период пандемии самая большая нагрузка и ответственность на плечах врачей. Университетская клиника Казанского университета сообщает, с марта по октябрь количество вызовов увеличилось с 30 до 120 ежедневно. Поликлиника обслуживает порядка 40 тысяч человек. Работает с понедельника по пятницу в режиме с 8 утра до 8 вечера. В субботу и воскресенье также осуществляется прием пациентов с признаками ОРВИ и требующих неотложной амбулаторной помощи. Врачи испытывают колоссальные, не только физические, но и эмоциональные нагрузки. Но они продолжают выполнять свой долг. И поэтому я прошу пациентов понять это и принимать режим самоизоляции при необходимости. Принимать все необходимые противоэпидемические меры. Носить маску правильно. Закрывать не только рот, но и нос. Избегать посещения мест большого скопления людей. Избегать контактов с больными с признаками ОРВИ. Для разделения пациентов с симптомами ОРВИ от остальных в поликлинике предусмотрен отдельный маршрут. На входе в поликлинику бесконтактным методом у всех посетителей измеряется температура. Пациенты с признаками ОРВИ и высокой температурой направляются в отдельный вход клиники через фильтр, где их принимает медицинский персонал и направляет на прием к дежурному врачу. Он осуществляет прием в средствах индивидуальной защиты. Не только чепчик, маска, перчатки и халат, но и специальный костюм. Прием пациента ведется и начинается со сбора жалоб и анамнеза. Далее объективное исследование. Пациент слушается, измеряется артериальное давление, определяется насыщение крови кислородом, так называемый пульсоксиметрия. Затем выставляется диагноз. Если это острая респираторная вирусная инфекция и нет подозрения на коронавирусную инфекцию, назначается лечение и пациент отпускается при необходимости с открытым боличным листом домой. При подозрении на коронавирусную инфекцию берется мазок ПЦР на SARS-CoV-2. При появлении симптомов ОРВИ пациент должен обязательно обратиться за медицинской помощью и максимально изолировать себя от окружающих. Необходимо выделить отдельную комнату, необходимо обязательно влажную уборку двухкратно, обработка, отдельная посуда, обработка всех поверхностей. Пациент с симптомами ОРВИ должен использовать отдельные бытовые принадлежности. Не забывайте соблюдать все необходимые меры, берегите себя, своих близких и окружающих. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс.